Глава 16. Окончание времени благодати Есть ли люди, живущие сегодня, для которых время благодати закончилось, и Святой Дух больше не может достичь их? Каждый день является для кого-то последним днем испытания. Каждый час умирают люди, не услышав ничего о щедрой милости Божьей. Каждый день мы общаемся с людьми, движущимися ко времени суда. Каждый день для какой-то души может быть проведена разграничительная черта. Кто-то может принять решение, предопределяющую его будущую участь. Какое влияние мы оказывали на наших попутчиков в земном странствовании? Какие усилия мы прикладывали, чтобы привести их ко Христу? Знаем ли мы, когда может закончиться наше время благодати? Мы не знаем, как скоро может закончиться отведенный нам испытательный срок. Даже самая долгая жизнь – это только короткий миг здесь, на Земле. И мы не знаем, когда стрела смерти пронзит наше сердце. Мы не знаем, как скоро будем призваны оставить мир и все его интересы. В каких, по крайней мере, четырех случаях в прошлом оканчивалось время благодати для большого числа людей? Закрытая дверь была и во времена Ноя. В те времена Дух Божий был отнят у грешного рода человеческого, погибшего в водах потопа. Закрытая дверь была и во дни Авраама Милость Божья оставила жителей Содома. Закрытая дверь была и во дни Христа Сын Божий объявил неверующим евреям того времени. Оставляется вам дом ваш пуст. Матфея, 23 глава, 38 стих. В 1844 году также была закрытая дверь. Все, кто видел свет в весте первого и второго ангела и отверг этот свет, были оставлены во тьме. Те же, кто принял этот свет и обрел Святого Духа, который сопровождал провозглашение Небесной Вести, и кто впоследствии отрекся от веры и объявил свой религиозный опыт заблуждением, тем самым отвергли Дух Божий, и он более не взывал к ним. Какое божественное решение закроет время благодати для всей человеческой семьи? Откровение, 22 глава, 11 и 12 стихи. Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, Праведный дотворит правду еще, И святый да освящается еще, Сегриду скоро, и возмездие мое со мною, Чтобы воздать каждому по делам его. Какое действие Христа укажет на то, Что его заступничество за грешников навсегда закончено? Даниила, 12 глава, 1 стих. И восстанет в то время Михаил, князь великий, Стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, Какого не бывало с тех пор, Как существуют люди, До сего времени, Но спасутся в это время из народа твоего все, Которые найдены будут записанными в книге. И Откровение, 15 глава, 8 стих. И наполнился храм дымом от славы Божьей, И от силы его, И никто не мог войти в храм, Доколе не окончились Семь язв семи ангелов. Знаем ли мы, Когда наступит этот роковой час? Бог не открыл нам времени закрытия этой вести Или окончания благодати. Открытое мы принимаем для себя и детей наших, Но не будем стремиться познать то, Что совет всемогущего решил сохранить в тайне. В письмах меня спрашивают, Имею ли я особый свет Относительно окончания времени благодати, И я отвечаю, Что имею лишь весть о том, Что сегодня, пока длится день, Мы должны трудиться, Ибо приближается ночь, Когда никто не сможет работать. Но повеление исследовать Писание, Чтобы определить по возможности Время закрытия двери благодати, Не было дано никому. У Бога нет такой вести для смертных уст. Ему не угодно, Чтобы смертный язык возвещал то, Что было сокрытое на его тайных советах. Есть ли какие-то временные пророчества, Которые должны исполниться, Прежде чем окончится время благодати? Народ уже не будет иметь иной вести Об определенном времени. Наибольший пророческий период Будет простираться только до осени 1844 года. Какое пророчество дано Относительно навязывания соблюдения Воскресного дня До окончания времени благодати? Господь показал мне ясно, Что образ зверя Сформируется перед окончанием Времени испытания, Поскольку это явится Для детей Божьих Великим испытанием, Предрешающим их вечную участь. Это испытание народа Божьего Должно произойти прежде, Чем они будут запечатаны. Величайшее окончательное испытание Приходит к человеку При завершении его земного пути, Когда восполнить потребности души Бывает уже слишком поздно. Какова связь между Всемирным воскресным законом И окончанием времени благодати Для народа в земле? Смотреть главу 4, вопрос 8. Какие три задачи Выполняются почти одновременно В конце времени испытания? Народ Божий совершил свое дело. Ангел, возвратившийся с земли, Объявляет, что его дело окончено. Тогда Иисус прекращает Своё посредническое служение В небесном святилище. Он поднимает руки И говорит громким голосом «Совершилось!» Просмотрев опубликованные нами Труды, можно увидеть, Что мы верим в то, Что живые праведники Получат печать Божью Еще до окончания Времени благодати, А также в то, Что им будет оказана Особая честь в Царстве Божьем. Когда следственный суд Будет окончен, Когда дела Последователей Христа Всех столетий Будут рассмотрены И решение по ним принято, Только тогда Окончится время испытания И дверь милости Закроется. Какой станет жизнь В этом мире В день, Когда окончится Время благодати? Кто-нибудь будет знать, Что наступил решающий час? Перед потопом, После того, Как Ной вошел в ковчег, Господь закрыл за ним Дверь ковчега, А нечестивые Остались вовне. Но еще в течение Семи дней Люди, Не зная, Что их участь предрешена, Продолжали вести Беспечную, Беззаботную жизнь, Насмехаясь Над предостережениями О надвигающемся суде. Так, говорит Спаситель, Будет и пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея 24 глава 39 стих. Безмолвно, Как радущийся в полночь вор, Придет решающий час, Когда определится Участь каждого, И грешники навсегда Будут лишены Предлагавшейся им милости. В тот час, Когда деловой человек Будет занят погоней За наживой, Любитель удовольствия Будет искать удовлетворение Своих желаний, А раба моды Приводить в порядок Свой наряд, В тот самый час Судья всего мира Произнесет приговор Ты взвешен на весах И найден очень легким. Кризис незаметно Подступает к нам. Солнце светит, Как обычно совершая свой путь. Небеса продолжают Свидетельствовать О славе Божьей. Люди, как и всегда, Едят, пьют, Строят, Женятся, Выходят замуж. Коммерсанты Продают и покупают. Люди борются Друг с другом, Чтобы достичь Более высокого положения. Любители развлечений Толпами посещают Театры, Лошадиные скачки И горные дома. Повсюду царит Необыкновенное возбуждение. Но, несмотря на все это, Время испытания Близится к своему концу. И вскоре Участь каждого Будет решена навеки. Сатана знает, Что у него Осталось немного времени. Он задействует Всех своих ангелов, Чтобы люди были Прельщены, Обмануты, Заняты И загипнотизированы До тех пор, Пока не окончится День испытания. И навсегда Закроется Дверь благодати. Какой будет жизнь Вплоть до самого Истребления нечестивых? Как было во дне Ноя, Утверждал наш Спаситель, Так будет и В пришествии Сына Человеческого. И не думали, Пока не пришел потоп И не истребил всех. Матфея 24 Глава 37 39 Стихи Когда люди, Считающие себя Народом Божьим, Объединятся с миром И будут жить его жизнью, Участвуя вместе с ним В запретных развлечениях, Когда светская роскошь Проникнет в церковь И будут раздаваться Звоны свадебных колоколов, И все люди, Взирая в будущее, Будут предвкушать Долгие годы Земного благополучия И процветания, Тогда внезапно, Подобно сверкающей молнии, Наступит конец Их блестящим мечтам И обманчивым надеждам. Когда научные доказательства Рассеют страх в сердцах Народа перед судами Божьими, Когда религиозные учители Будут проповедовать О долгих столетиях мира И процветания, И мир будет поглощен Своими делами и удовольствиями, Будет сажать и строить, Пировать и веселиться, Отвергая Божье предостережение И издеваясь над его посланниками, Тогда придет на них Внезапно погибель, И они не избегнут ее. И когда наступит день Господень, Нечестивые окажутся Не готовы к этому Величайшему событию. Жизнь будет идти Своим обычным чередом, Люди будут поглощены Своими делами, торговлей, Наживой, всевозможными удовольствиями, Религиозные вожди будут прославлять Всеобщее благоденствие и цивилизацию, Убаюкивая народ Мнимым чувством безопасности. Вот тогда-то, Подобно вору, Который в полночь прокрадывается В плохо охраняемый дом, Внезапная гибель Постенет всех Беспечных И нечестивых, И они не избегнут. Народ, окончательно оставленный Духом Божьим, Будет по-прежнему придерживаться Религиозных формальностей И обрядов, Сатанинское усердие, Которым князь зла будет Наделять их для выполнения Своих коварных замыслов, Примет вид ревности по Богу. Будут ли адвентисты седьмого дня Знать, Когда завершится Время благодати? Эту торжественную истину Следует провозглашать Не только жителям мира сего, Но также и в наших церквах, Чтобы день Господень Не застиг нас неожиданно. Когда окончится Время испытания, А оно наступит внезапно, Именно тогда, Когда мы в самой меньшей мере Будем ожидать его. Но мы можем иметь сегодня Чистый отчет в небесах И знать, Что Бог принял нас. Где будут жить праведники И что они будут делать До окончания времени испытания? Пшеница и плевелы Будут расти вместе До жатвы. Исполняя свой жизненный долг, Праведные до самого конца Будут соприкасаться С нечестивыми. Сыны света рассеяны Между сынами тьмы, Чтобы разница была Очевидна для всех. Будет ли на земле Какое-нибудь сверхъестественное Знамение, Свидетельствующее о том, Что Христос Завершил свое Заступническое служение На небесах. Пресвитер Г.А. Ирвин Писал в Ревью энд Геральт О 21 июня 1898 года Тьма покроет жителей земли, Когда Иисус выйдет Из небесного святилища, Так же, как во время распятия. Однако, Дух пророчества Нигде не поддерживает Это утверждение. Сестра Уайт пишет, Когда Христос Оставит святилище, Земля погрузится во тьму. Эта тьма, Без сомнения, Духовная. Тьму обмана И заблуждения. Будет ли у праведников Какой-либо другой способ Узнать, Что время благодати Закончилось? Когда в святилище Будет принято Окончательное решение И участь мира Бесповоротно определится, Жители земли Не будут знать об этом. Народ, Окончательно Оставленный Духом Божьим, Будет по-прежнему Придерживаться Религиозных формальностей И обрядов. Сатанинское усердие, Которым князь зла Будет наделять Их Для выполнения Своих коварных Замыслов, Примет вид ревности По Богу. Праведники И нечестивые По-прежнему Будут жить На земле В смертном теле. Они будут Сеять и строить, Есть и пить, Совершенно Не подозревая, Что в небесном Святилище Уже вынесен Окончательный Бесповоротный Приговор. Узнает ли сатана, Что время Испытания Завершено? Во время скорби Сатана Возбудит Нечестивых И они окружат Народ Божий, Чтобы уничтожить Его, Но он не знает, Что в небесных Книгах Против их имен Написано Прощен. Он видит, Что святые Ангелы Охраняют их И следовательно И грехи Прощены. Но он не знает Того, Что их Судьбы Уже решены В небесном Святилище. Что, По словам Библии, Будет сопровождать Завершение Времени Испытания. Откровение 15 глава 8 стих. И наполнился Храм дымом От славы Божией И от силы Его, И никто Не мог Войти в храм, Доколе Не окончились Семь язв Семи ангелов. 16 глава 1 стих. И услышал я Из храма Громкий голос, Говорящий Семи ангелам, Идите И вылейте Семь чаш Гнева Божия На землю. 19 глава С 11 по 15 стихи. И увидел я Отверстое неба, И вот конь белый, И сидящий на нем Называется верный И истинный, Который Праведно судит И воинствует. Очи у него Как пламень огненный, И на голове Его много диадим. Он имел Имя написанное, Которого никто Не знал, Кроме его самого. Он был Облечен в одежду, Обогренную кровью, Имя ему Слово Божие. И воинства небесные Следовали за ним На конях белых, Облеченные В весон белый И чистый. Из уз же его Исходит острый меч, Чтобы им Поражать народы. Он пасет их Жезлом железным, Он топчет Точила Вина ярости И гнева Бога Вседержителя. Я видела, Что четыре ангела Будут удерживать Четыре ветра До тех пор, Пока не закончится Служение Иисуса В святилище, А затем Настанет черед Семи последних язв. Когда окончится Следственный суд, Будет решена Участь каждого На жизнь Или на смерть. Время испытания Окончится Незадолго До второго Пришествия Христа На облаках небесных. Субтитры подогнал «Симон»